всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале прежде чем я начну делать расклад пока я буду подготавливать колоды я хочу сделать такое небольшое вступление к сегодняшнему нашему ролику поэтому вообще я бы порекомендовала послушать прежде чем выбрать свою позицию да и смотреть расклад почему потому что я хочу рассказать про бумеранг значит я параллельно еще буду подготавливать колоды ну и а вы просто послушайте ну если интересно хотя как правило люди быстро перематываю да точно мне интересно твоя полтовня и все такое ваше право почему такое вот необычное название ну во первых я хочу поблагодарить светлану юрьевну за идею к этому раскладу ее когда я делал проводил опрос родили сообщества сказала что у меня интересует на данный момент вопросы у бумеранга безусловно я уточнила то есть бумеранг в каком контексте то что здесь она подразумевает вот и оригинальный ее запрос звучал следующим образом то есть бумеранг осознанно идет ли тот кто расплачивать то есть тот человек что это именно бумеранг то есть насколько понимает другой человек что то что с ним сейчас происходит там неприятности может еще что то что это его расплата за содеянное такое название я его не оставила объясню почему дело в том что как я писала в разделе сообщества я хочу немножко разобраться с тем как не то чтобы какие темы интересно а как заголовки как название влияют на выбор людей до того или иного расклад тематики поэтому название у сегодняшнего нашего расклада бумеранг наказание вражилы или выравнивание закон баланса то есть вторая часть предложения то есть вара выравнивание закона баланса это вот прям про меня а про наказание вражила это вообще не про меня начнем с того что у меня нету врагов вот по причине того что во первых ну нету и друзей не знакомы приятелями есть люди с которыми я общаюсь но друзей как таковых нет потому что ну это особое особый смысл я вкладываю в это слово вот и поэтому я очень аккуратно к нему отношусь сказать что у меня есть друзья нет а если нету друзей то в принципе с моей точки зрения нету врагов почему потому что блин для того чтобы были враги я не знаю ну нет меня никогда об этом не задумалась вот но такое название выбора на по причине того что такие расклады такие в раскладах где присутствует такое слово а ну как то вот я не знаю манит я сотрудничаю сейчас на данный момент с этим человеком и вот вы увидите в ближайшее будущее вообще с головки названием они такие достаточно продуманные я заморачиваюсь много над этим вот чтобы разобраться и человек с которым я сотрудничаю порекомендовал мне для чего для того чтобы посмотреть на реакцию людей безусловно мой основной костяк людей с которыми я работаю ну то есть на канале кто меня смотрит я так предполагаю что им вообще все равно как называется главное что получить информацию вот и мне мне такой подход очень созвучен но если другая категория людей которых цепляет название кстати я тоже самое когда выбираю какие-то расклады для себя на ютюбе просто посмотреть либо колоду либо как работает таролог и вот либо тема мне просто интересно я меня все время цепляет название да то есть вот слово какое-то зацепило но мне созвучно я хочу его посмотреть поэтому слово вражила и вообще вот это вот наказание это это вообще не про меня но я решила сделать только для того чтобы посмотреть какая будет реакция что я хотела сказать по поводу бумеранга на самом деле в моем понимании опять-таки бумеранг как раз принцип работы бумеранга да то есть аборигены ну по крайней мере насколько мне известно да либо это и америка либо это австралия да то есть абориген они запускали бумеранг для того чтобы словить дичь бумеранг выходит делает круг и снова возвращается да то есть принцип бумеранга работает вам известно но возвращается к тому человеку да кто его запустил то есть по сути это та же самая карма то есть по сути это та же самая причинно-следственная связь и но здесь вот если рассматривать с точки зрения психологии да и в контексте того запроса который звучал первоначально то есть понял ли тот человек что ему прилетел бумеранг вся наша жизнь это бумеранг вся наша жизнь это причина-следственной связи да мы что-то делаем и мы получаем результат наших действий и поэтому я если честно вот мне не комфортно я не люблю вот эти вот там бумеранги наказание и вообще не понимаю как человек может радоваться тому что кому-то другому плохо даже если этот человек тебе причинил зло блин моей жизни было много людей которые но делали мне больно и я не рассматриваю с точки зрения чтобы их наказать я рассматриваю наоборот с точки зрения чему они научили да почему вот я так среагировал то есть все через призму своего собственного развития но никогда не через призму чтобы мне плохо и тебе гад было плохо вот я когда вот такое встречаю у людей меня прямо это немножко пугает вот это жестокость до людей желание наказание желание вот это вот крови боли такое знаете вот животные инстинкты но это все имеет место быть поэтому по поводу названия я его оставила именно так для того чтобы посмотреть реакцию вот но это не имеет отношения к тем кто смотрит меня постоянно да скорее всего может быть там есть на залетные птички либо люди как-то разово просто посмотрели бы те кто недавно подписались мне просто важна реакция поэтому такое слово мне сейчас на дико дискомфортно вот но это не оправдание я просто я никогда не оправдываюсь я поясняю свою позицию я не знаю почему люди иногда считают что я как-то может быть оправдываюсь я не сказал да люди считаете я недавно в инстаграме написала пост о том как я разочаровалась в людях и здесь контест не то что мне кто-то обидел и я в людях разочаровался в контексте как раз таки всего человечества и именно нашей эволюции развития что независимо от того как я говорю насколько я выбираю слова насколько я вкладываю определенный смысл каждый человек понимает по своим как бы я не старалась и вот эти вот все мои старания до вкладывать фильтровать контролировать проверять смысл и правильно я доношу что и как это забирает очень много сил в конечном итоге я поняла и вот в этом-то и разочарование что не надо вкладывать столько сил сказал как сказал понял все равно чтобы ты не делала другой человек найти выражение насильно мил не будешь он поймет так как он хочет так как он привык так как ему удобно и так как он знает ты не можешь вложить информацию в голову другого человека ты не можешь заставить кого-то развиваться да ему это в принципе не нужно потому что в мире должна должна быть одну то есть каждый человек уникален до копии никому не нужны поэтому там копия меня с моими какими-то мышлениями повадками это никому не нужны вот когда я вот это вот поняла я для себя как раз таки с одной стороны разочаровалась в том что чтобы я не делала да все равно люди понимают по-своему и где-то в какой-то степени может быть меня это и огорчает а с другой стороны я просто как-то поняла что да блин надо проще относиться ко всему допускай каждый понимает так как он понимает кому нужно он уточнит кому нужно он переспросит кому что-то нужно то есть он совершил какие-то действия вот поэтому заморачиваю что я очень так это не то чтобы ревностно до относилась вот к информации у меня все время было такое желание не то чтобы поделиться а желание то я всегда говорил о том что пользуйтесь мной как библиотекой то есть поверьте столько знаний причем информация не до которой взята из тренингов рассказ пересказ информация которая взяла взята от первоисточника информации которые очень сложно найти где-то в открытом доступе да да вообще мне кажется и во внешнем нет потому что то что изучаю это вот прям по крупицам по крупицам было собрано и все такое но не суть так вот касательно бумеранга что мы будем с вами сегодня рассматривать мы будем рассматривать не в контексте названия поэтому я сказала посмотрите вступление а в контексте какой бумеранг получаете вы и осознаете ли вы то есть почему я не рассматриваю другого человека да потому что мне кажется вообще нам должно быть наплевать осознает другой человек или нет нам должно быть важно насколько я понимаю да потому что жизнь это про нас это не про других людей нам помогает понять эту жизнь то есть через других людей мы это понимаем осознал ли другой человек что он причинил вам боль не должно нас волновать нас должно волновать а почему мне больно почему например я считаю что меня человек предал не вас никто не предавал другой человек сделал выбор который посчитал что на тот момент он будет для него наилучшим а почему вы переживаете вот с этим надо разбираться нету никто никого никогда не придает потому что никто никому ничего не должен вопросы совести вопросы морально нравственного какого-то поведения это исключительно эволюция человека и уровень его развития поэтому никто никогда никого не придает никто никогда никого не обижает мы обижаемся я считаю что этот человек должен был меня выбрать почему кто такое сказал он выбрал то что он захотел посчитать что будет изменяет либо она с кем-то другим на тот момент ей там было хорошо ему там было хорошо вопрос почему ты выбираешь снова быть с этим человеком здесь ну то есть фокус должен быть на нас чтобы в себе разбираться почему я делаю на этом акцент потому что мой канал направлен на самопознание самое самостоятельно я совершаю какие-то действия я хочу понять я хочу понять себя не так ни другого дядю не другую тетю нам нужно быть все равно про них нам надо себя понять себя узнать потому что мы держим ответственность за свою собственную жизнь поэтому бумеранг я буду рассматривать в контексте насколько я понимаю и осознаю ну и сначала я попробую описать ту ситуацию до чтобы как-то понять ваш этот вариант или нет а и второй вопрос будет насколько я осознаю что вот в этой ситуации мне прилетел бумеранг и попробуем посмотреть за что ну то есть что такого я должен либо должна было увидеть как-то так я себе представляю значит колода солкарт да вот такие вот метаворические ну оракульные скорее всего колода солкар 2 здесь такие вот рисунки без подписи колода и тси и классика у это сегодня мне захотелось на классике обычно на этой колоде я только проводил обучение теперь когда мое обучение в записи если вы хотите приобрести курс по таро в записи информация есть в описании к ролику мои услуги посылки мои услуги вот ну сегодня хотелось сделать расклад и так позиция номер один голубенький камешек что здесь за ситуация произошла давайте попробуем посмотреть не знаю насколько это реально ситуация девятка педагли что здесь за ситуация произошла здесь ситуация произошла ну смотрите хочу сказать не умею я считывать бытовые какие-то моменты да мне сразу видятся уроки у меня сразу видится сценарий значит здесь ситуация либо касалась какой-то конкретной женщины либо это вы конкретная женщина либо если вы мужчину сму если вы мужчиной смотрите то здесь касательно какой-то конкретной женщины характерные черта какая-то независимость суть заключается в том что ту ситуацию которую вы загадали она была по кольцу фортуны она была такая и аркану влюбленок она была очень важна она значимая то есть эту ситуацию вы избежать никак не могли то есть этот урок вы должны были пройти он был связан с тем чтобы вы научились делать выбор до выбор именно не то чтобы свою пользу не свою а то что поможет вам стать более целостным человеком научились делать выбор таким образом чтобы он привел вас как раз таки к состоянию психически зрелого взрослого человека что вы научились поступать брать ответственность на чтобы вы не крутились в этом колесе фортуны да по сценарию одно и то же одно и то же чтобы вы как будто бы вышли из этого сценария им и стали самостоятельной личностью индивидуальной которая опирается только на свой какой-то собственный опыт на свои собственные знания здесь не про эгоизма здесь про взрослость про взросление ситуация которую мы сейчас с вами рассматриваем да в контексте заявленной темы до проблемы ранг она говорит о том что у вас был какой-то урок именно в этой ситуации был дан для того чтобы вы научились делать с одной стороны выбор для того чтобы вы правильно оценивали ситуацию правильно в кавычках да на основе реальности реальных каких-то событий одни иллюзорности да что здесь вот какой-то взрослый зрелый подход должен и вы долгое время крутились в этом колесе то ли выбирали не тех людей то ли это ли вы делали здесь кому-то вы знаете двойственность то в одну сторону я иду то в другую я понимаю что и так меня не удовлетворяет и так меня не удовлетворяет то есть здесь есть какие-то качели и человек через условно говоря неправильный выбор да то есть то что не давало его того результата который он хотел и он нарабатывал свой опыт он нарабатывал какой-то вот свою жизненную позицию жизненные взгляды но не основанные на убеждениях и ценностях переданных их им ему его семью либо еще что-то а здесь собственный опыт то есть человек еще расскажу должен был повзрослеть эта ситуация она повторялась неоднократно и неоднократно вы не выбирали себя неоднократно вы не выбирали какую-то знаете вот стабильность постоянство возможно вашей жизни появлялись люди такие индивидуалисты может быть холостяки которые не хотели брать за вас ответственность либо вы как человек если вы мужчина не хотели брать ответственность например за женщину либо здесь люди которым ну вы знаете вот вели отшельнический образ жизни до которые вот больше думали о себе и меньше думали о партнере здесь вообще не про партнерство и это должно было случиться для того чтобы вы еще расскажу повзрослели научились делать правильный выбор то есть видите ли причину следственной связи что если я выбираю такого человека я получаю вот такой результат изначально первичным вас такого не было у вас были эмоции вы на эмоциях вас цепляли люди ситуации а сейчас уже должна была появиться больше разумность то есть вы не должны вступать как-то вот поверхность да на каких-то своих инстинктах в отношении проявлять себя как-то в ситуации да то есть здесь больше зрелость присутствует поэтому ситуацию которую мы будем разбирать она такая если вам откликается это то что вы загадали такие смотрим дальше так что что здесь за бумеранг до что вы посеяли и что вы пожинали давайте посмотрим что вы тут посеяли и что вы пожинали вот краски карты здесь созвучно они говорят о том что вы сели до какие-то надежды смотрите выбор ваш он был иллюзорный изначально да то что вы выбирали он был основан как я уже сказала на эмоциях да ну здесь вот карта которая показывает женщин которые молятся как будто бы просит что-то такое ну давайте возьмем пример например если это тема отношения то я очень хочу там я не знаю я очень хочу любви я очень хочу внимания я хочу хороших таких отношений но нету опоры нету понимания каких именно отношения для чего то есть присутствует какие-то состояния что я хочу но это все так расплывчато это все знаете так это красиво как в кино в голливудских фильмах ярко выразительно то есть вы могли например здесь вот этот вот момент бедная золушка идет по дороге проезжает богатый мажор облил ее значит грязью и между ними случилась любовь да то есть вот что-то такое изначально у вас было и вы вошли в это колесо до повторных повторных сценарий у вас формировалась модель поведения что вот именно я такая бедная несчастная кто-то ко мне приходит и меня спасает здесь какая-то такая сказка была прорисована и она была вам дана для чего для того и причем это было не раз да и людям могли меняться и внешностью этих людей меня но это то что вы выбирали партнеров они были яркие я не знаю как например музыканты там рук какой-то группы да вот с лидными волосами такие вот все в наколках брутальные либо девушка такая яркая прямо все на нее западает и вот только я ее имею то есть первоначально то что вы хотели она была не определено она не была каким-то таким конкретным ясно то есть если это не в контексте отношений вообще какая-то ситуация которая сложилась то есть первоначально то что вы хотели она не было понятным не было ярко конкретики не было четкой формы не было прозрачности была какая-то такая знаете надежда я бы сказала да непонятно на что и непонятно о чем это то что вы сеяли в данной ситуации а что вы получили а по факту вы получили такой то есть знаете вот был воздух было что такое легкая воздушная поверхностные там ни к чему не обязывающие а по факту вы получили землю получили твердую холодную такую прочную и твердое то есть как как некий такой камень да вы разбились ваши надежды разбились ваши надежды не оправдались почему потому что не было конкретики не потому что ваша идея она не имеет места на существование а просто потому что не все факты не все моменты элементы в этой ситуации они были для вас понятны поскольку это такое знаете вот что-то неопределенное вы получали неопределенное то есть вы хотели яркости вы хотели эмоции вы хотели состояние вы это получали опять-таки не только в контексте отношения я всегда описываю состояние человека переживания то есть вам было непонятно выражение иди туда не знаю куда принеси то не знаю что вот это вот про вас вышли туда не знаю куда причем очень рисковали многие непонятные да вот какая-то вот была не знаю какой-то вот доверие что ли полное доверие бесстрашие то ли высшим силам то непонятно то есть меня никуда в плохое место не заведут и вот то что вы надеялись на какое-то светлое так скажем будущее до либо светлую ситуацию она не произошла и вот это вот разочарование она вам нужно было нужно было нужно было с одной стороны в контексте развития то что я сказала да как урок а с другой стороны так оно и должно быть потому что это явилось следствием того что вы сели вы сели неопределенность его получили землю вы получили ту реальность то есть вы сеяли иллюзии а получили реальность так или иначе с чем это связано вот что вы здесь получили вы получили опыт безусловного по солнышку вы получили новый опыт вы получили свое какую-то детскую модель да то есть вы увидели с не сразу потому что это колесо фортуны это повторно здесь повторялось очень-очень много раз это если это например опять таки отношения то могли бы там и три и четыре то есть и повторность если какая-то ситуация она была повторная и знаете как заезженная пластинка то есть она сделает свой оборот потом там где покором покоряблено покоряблено она перепрыгивает иголка да она это пластинки и заново начинается то есть вот этот вот момент перепрыгивания вы как будто мы не могли выйти выход не могли найти из этой ситуации почему потому что вы ее не видели вам казалось что это как-то вы даже об этом не задумались то здесь не зрело здесь вот это вот детскость и вот эту детскость вы как результаты получили то есть вы видели что я поступаю не ну вот как маленький ребенок да не совсем осознанно не совсем правильно и выпадает двойка жестов говорящая о том что вы получили да с одной стороны понимание что где-то я поступал как ребенок где-то я просто хотел получать на удовольствие наслаждение то есть не было структуры не было какой-то определенности вот как-то знаете действительно по наитию неосознанно и а с другой стороны вы приходили все время к тому что я не понимаю почему меня ранит я не понимаю почему мне делают больно вот вроде бы я с хорошей душой все такое вот а а а меня здесь ранит меня здесь обижают обижает вас по причине опять-таки не потому что вы плохой человек там здесь нет ничего личного здесь есть элементарно сценарий который вы проживали и говорит он о том что у вас не было понимания того что вы просите и вам это показывали что смотри ты получаешь не то что хочешь то что ты не понимаешь что ты просишь нужно ли тебе или нет здесь вот дайте как маленький ребенок заходит магазин и той какая красивая яркая игрушка краски красивые движения звуки шумы вот это вот все мою мою хочу а нужно она или не приходит домой там поиграет 5-10 минут потом выбрасываю все ему это не надо потому что ему это не надо было его какой-то знать вот мимолетная схватила и двойка жезлов говорит о том что в этом-то и заключался урок а в контексте твоих желаний то есть в желаниях нету ничего плохого но здесь надо понимать для чего то есть момент взросления ваш бумеранг он помог вам если говорить одним словом стать более взрослым более зрелым человеком что вам дал тот бумеранг да что вам дал в контексте именно познания себя эгоизм смотрите-ка вы здесь вот как раз и детства да и эгоизм во первых вы увидели этот этот сценарий повторяющиеся показал вам ваше эгоистическое поведение что где-то у меня такое ощущение что где-то что-то вы хотели схитрить и получить то что вы хотели а вот не дали просто то что вы хотели и вас вот этот маленький ребенок он проснулся и сказал что что за дела по-английски на воде факт что за дела эгоизм чистой воды да то есть я хочу и этот урок он вам показал что в жизни не все вам дается кому-то сказать это это чисто детская я захотела я получила то есть в жизни немножко все по-другому устроена то что я говорила во вступлении как раз таки это не меня предали это просто каждый человек делает свой выбор который он считает наилучший на тот момент если тот человек либо другая ситуация ситуация определилась что нужно выбрать не вас здесь вопрос выбор очень ярко проходит что вас не выбирают либо ситуация не вашу пользу то здесь вам высветили подсветили ваш эгоизм вам показали взрослость контексте научение принимать принятие что у каждого человека а есть право поступать так как хочет никто никому ничего не должен то ситуация вам ничего не должна была и если вы смотрите на человека человек вам ничего не должен точно так же как и вы это ваше восприятие в ваше мышление детское говорил о том что ты мне должен мы же с тобой были какое-то время ты же мне обещал либо там еще что-то человек поступил так как он поступил это его право то есть у вас есть такое право и у другого человека но когда мы не умеем видеть вот это вот 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 в этом было был вашу весь урок до умение видеть то что у каждого человека есть право выбора и вы учитесь взаимодействовать с выбором другого человека и вы тоже выбираясь другого человека вот здесь вот шла проработка вашего эгоизма потому что вы считали что вот вы заслужили понимаете вы вложились а а это так и не работает то есть не работает то что если ты вкладываешься да ты что-то делаешь что это обязательно будет как-то вот в твою пользу безусловно результат даст потому что у каждого действия да у него есть свой результат но насколько этот результат будет вас удовлетворять или нет это ваше субъективное восприятие и вот эгоизм вашем случае здесь показан был для того чтобы вы осознали что восприятие возможно будет немножко ложным выпадает карта карт кармы то есть вас обучали как раз таки пониманию что сеешь то и получаешь сеешь эгоизм получаешь эгоизм то есть все есть следствие чего-либо но вот в данном случае да здесь карма срабатывала по поводу того что вот понимаете здесь не надо делать акцент на эмоции на переживания безусловно это наш опыт безусловно это было больно это было неприятно но здесь ощущение того что если это человек кого вы рассматриваете вы встретили достойного себе соперника который в какой-то степени не то чтобы вас переиграл здесь нету выигравших и побежденных а он просто вам показал что не всегда капризный ребенок получает то что он хочет и вот как будто бы знаете вот здесь вот вас проучили то есть через достойного вам соперника показали то что вы должны были в себе увидеть вы немножко иначе смотрите здесь ситуацию здесь моменты каких-то вот обеда что меня обидели что вот мне что-то не дали не про это здесь а совсем другом о том что вот именно здесь должен быть взрослый подход такие ты сделал свой выбор и я сделаю свой выбор то есть здесь вас должно быть понимание ценности себя в первую очередь чему вас здесь учили вас учили здесь страхом да чтобы вы проработали да и вот аркан суда выпало что вы проработали те состояния болезненные за которые вы держите чтобы они завершились то есть здесь какие-то моменты из детства идут да и и ну как бы так сказать вы привыкли допустим если вы женщина к примеру да я красивая и мне ну я не знаю по праву рождения все мужчины должны лежать стабелями штабелями у моих ног я утрированно так чтобы вы понимали какой-то такой детский подход там я не знаю у меня папа богатый как обычно говорят юные леди да и я могу все купить это здесь вопрос цены это что-то здесь такое вот детский максимализм какой-то просказать у вас есть переживания какие-то детские вот вы не должны были отработать и вот в этой ситуации и еще расскажу она была ну как минимум у вас три раза с разными может быть людьми может быть с одним человеком то здесь какой-то вот повторяющий фактор пересмотрите пожалуйста эту ситуацию в контексте насколько вы принимаете выбор другого человека то сколько у вас присутствует зрелость я не могу понять прошли вы этот урок или нет но однозначно осознание как минимум должно было прийти потому что если она к вам придет вот именно в понимании того что действительно никто никому не должен но не в контексте знаете вот просто красивое выражение все говорят нет у вас должно быть те осознание вас должно до мурашек она так знаете вот блин я понял что да либо я поняла что да действительно если я не должен так этот человек может поступать так ком хочет вопрос как я буду реагировать на это понимаете не ограничивать его что вот мы в браке к примеру либо в отношениях и все это у тебя нету права больше там смотреть налево там либо еще что-то кто такое сказал понимаете это выбор личный выбор другого человека если он выбирает то ваше отношение ценить это или не ценить здесь другой подход более более взрослые я не знаю слышите вы меня или нет я всегда говорю ну кто меня слышит либо слушать по своему ладно это тоже мой урок вот такая вот была первая позиция мы с вами переходим в позиции номер два красненький камешек давайте посмотрим чего у вас касается здесь бумеран какая здесь ситуация который мы будем разбирать да то здесь какая-то ситуация произошла что по шпиндаклей так по справедливости а смотрите здесь может быть ситуация где с вами обошлись не совсем правильно с вашей точки зрения здесь как минимум было три три персонажа три лица которые были задействованы в данной ситуации и с вашей точки зрения здесь может быть такое что знаете меня недооценили ну то есть элементарно пошли на работу и вам дали меньше зарплату например чем вы достойны либо там не знаю пошли в супермаркет вам не додали сдачу либо еще чтобы то есть какой-то вот не недооцененность не не совсем верный не совсем с вашей точки зрения до правильный был правильно была ситуация то есть есть ваша сторона есть противоположная сторона и есть сама ситуация да то есть вот здесь почему-то три составляющие есть так вот есть составляющая которая по аркану справедливости говорит что ты получил в данной ситуации как раз таки то что заслужил но вам кажется что вас недооценили а ситуация говорит что нет с вами поступили как разки так как вы заслужили почему здесь вопрос том насколько вы осознаете именно свою собственную ценность у меня по шпиндакли всегда проигрывается как ценность себя до как понимание этого мира то есть здесь ощущение того что не совсем ну не то чтобы зрелой а начинающий такой момент у вас познавание себя познавание своей ценности то есть кто вы есть о том чтобы заявлять то есть до тех пор пока вы будете принижать себя занижать ну то есть папажу это такая вы знаете юная начинающая энергия а вы наверняка и в деньгах да тоже будете запрашивать меньше то есть если здесь специалисту начинающий он будет например ну я не знаю не платить не просит там за расклад 3000 5000 10 тыс он скажет а я ну ладно за 200 рублей я готов то есть вот здесь какой-то такой момент и ситуация была связана с тем что вам кажется что с вами поступили несправедливо с вами обошлись не совсем так как нужно было где-то вас занизили где-то возможно есть такая ситуация когда вы что-то сделали да другая сторона не знаю элементарно может быть взяли у вас в долг и не вернули да то есть что-то не делает то есть другая сторона она как-то бездействовала то есть вы совершили какое-то действие а другая сторона она бездель может быть вам что-то пообещали да как-то причем знаете так сманипулировали на вашем доверие на вашем какой-то вот открытости детскости это что-то вам сказали такое приятное где-то внутри может быть порадовали до вашего внутреннего ребенка вот по факту ну как-то вот облапошили здесь что-то такое какой-то такой обман был то есть вам пообещали что-то приятное хорошее в конечном итоге вам не дали и вам кажется если муж касаться чего угодно здесь синергия такая и вам кажется что вот вас обманули но неправильно со мной поступили не дали не додали то что обещали то что делали ну то есть я не получила ту ту удовольствие которым заявлено элементарно это может быть купили какой-нибудь тренинг да и там обещала что вот вы вот это вот это научитесь вложили кучу денег а по факту ничего не получили либо и там я не знаю пошли в какую-нибудь частную больницу до заплатили денег там не знаю стоматологу мастер сделал не совсем хорошую работу да и денег вам не возвращает не компенсирует и и работа неудовлетворительным еще и переделывать надо да опять-таки за свой счет там ремонт может быть то что угодно ну то есть здесь разные ситуации не обязательно только отношения то есть что-то вам пообещали сыграли на вашем доверии вы открылись дали сделали вот и не получили то что заявляли такова ситуация теперь урок сразу говорю здесь вопрос ценности что вы посеяли в этом в этой ситуации как бумеранг что вы в ней посеяли с точки зрения энергии и что получили вот вы получили однозначно прекрасный урок до урок как раз таки связанные с какими-то знаниями то есть вы сели знаете что все будет вот у вас голове все было так красиво тонко как-то вот изящно пашкубков ну вот по-детски на по-детски здесь как будто вы знаете вы понадеялись на то что сделав что-то вы сделаете какой-то маленький шаг это поможет вам завершить какую-то историю допустим вам осталось последнее последний взнос за ипотеку вот вы как будто бы внесли что-то там произошло в банке и вам сказали что вы как будто бы должны еще что-то то есть либо вам сказали вот подпиши вот эти документы и будешь токи и вы как будто бы знаете на доверие подписали а когда прочитали там оказалось что там еще нужно выплатить какую-то там я не знаю какие-то проценты что-то там еще что-то набежало то есть вы хотели как лучше а получилось как обычно вот так вот а то здесь надежда в голове холи лили лили что я не знаю может быть открою свой бизнес это будет творчество то здесь вот было много таких моментов знаете связаны с бессознательным связаны с красотой связано с каким-то знаете вот вы были воодушевлены вы были наполнены какой-то вот идеи вы очень хотели да чтобы она ну реализовалась вот как будто бы здесь такое ощущение что вот вы грезили чем-то здесь вообще нету никакой почвы до под ногами вот это вот это даже понимаете это не эмоция а это это вот какое-то воодушевление какой-то вы знаете наплыв на вас пришел да я сделаю так и ничего не проверив ничего не узнав в общем вы стали что-то делать а столкнулись в конечном итоге с опытом о котором я говорила сдаст конкуренции например вы открываете бизнес надеетесь что вот я у меня есть способности у меня все получится вот и я смогу завершить ну допустим уволиться со своей бывшей работы увольняетесь а по факту получается что а бизнес-то и не идет так как вы себе предполагали потому что здесь выпадает пятерка жезла да здесь огромная конкуренция причем конкуренции вы столкнулись королевы жезла да то есть женщина которая чувствует себя как рыба воде и получили такой опыт что оказывается я никто и зовут меня никак то есть энергии такие состояния такие если получили хороший урок свои какой-то вот опрометчивости до какой-то поспешности и здесь у меня ощущение от того что вы как будто бы вы знаете обиделись и на себя и обиделись как будто бы на вселенную да вот почему ты со мной так обошлась ну почему мне вот почему со мной тогда вот это вот какой-то такой момент а на самом деле здесь вас никто не обижал да то есть здесь эта ситуация она как будто бы вас учила быть более зрелыми в контексте осознавания понимания своей ценности то есть знаете все надо проанализировать продумать посчитать по поговорить с людьми узнать чужое мнение насчет того что а как это будет например если это бизнес у тех кто уже открывал на что обращать внимание там если кто-то брал ипотеку а с чем они столкнулись то здесь вот не только детский подход а здесь ощущение вот опять-таки как и в реакции у вас такая ну зрелость то есть вы акцент сделали больше на эмоции на переживания что я недостойны и все такое здесь вопрос не про это здесь такой вопрос что знаете вот хочется сказать о том что например бизнес он вообще создан для мужчин то мужские энергии поэтому не случайно женщины до в бизнесе в принципе носят брюки потому что так удобно да и чисто символично показывает что я тоже принадлежу в кавычках к этому клану бизнеса так мужской вот этой активной энергии то есть бизнесе нет такого что ты девушка и тебе надо как-то знаете как подходить как-то вот ну более нежно да то есть есть другие места например в отношениях мужчина женщины обращается как она женщина я мужчина на бизнесе такого нет ну вот представьте я не знаю женщина которая бы работала из элементарно пилотом да ну и отношения к ней было бы другую ну такой же как мужчина то есть нет такого что ты должна потому что женщина ты в твоя физическая подготовка она должна соответствовать мужчинам все бегут пять километров и ты да то есть там все там я не знаю несут на себе эти рюкзаки и ты нету такого что ты женщина давай я тебе помогу то есть в этом нету а у вас был какой-то такой вот подход что не знаю я же новичок да и вот как будто бы мне должны помочь я но я же хочу меня должны как-то поддержать нету такой здесь как будто бы на равных вы столкнулись с тем к чему вы ранее не были готовы к тому что вы не привыкли что есть конкуренция что надо кому-то доказывать надо с кем-то там общаться взаимодействовать предлагать это вас очень сильно напугало да вы столкнулись с непониманием откуда такая жестокость да то есть есть ощущение такие знаете какие-то вас парные были как этот как как мы же мой термокипио сейчас я вспомню как это по-русски где выращивают ну зимой какие-то растения вот такая закрытое помещение мы сейчас я не могу вспомнить это слово да что вот вас как-то так холят лелеет а тут вы вдруг неожиданно там не знаю вашем пространстве столкнулись с тем что люди могут идти на достижение своей цели да прям по головам других людей да где-то вас могут оскорблять где-то с вами могут не соглашаться и такие в шоке как а разве такое можно то есть откуда такая жестокость такой ранимый красивый цветочек да а вас взяли бросили растоптали и вы в шоке как такое может произойти что здесь за бумеранг это произошел но здесь вот такая ситуация то есть вас учили учили чему чему вас тут учили утрата любви до вас учили тому чтобы вы всегда верили в себя с одной стороны вот потом любить себя знаете вот уважать невзирая ни на что да как-то вот заявлять о себе что я не позволю что со мной так разговаривали я себя люблю мне абсолютно все равно будь то это президент будь то это дворник или еще кто-то со мной так разговаривать нельзя то есть как-то вот отстаивать себя свою позицию вы потеряли любовь к себе уважение к себе отчуждение такое знаете вот какая-то холод холодность то есть вы стали как-то знаете еще больше еще больше упала ваша самооценка то есть задача была наоборот ее поднять и показать вам как устроен мир на самом деле они не ваших представлениях о нем вот стало еще как-то хуже то есть вам вам показали что да ты можешь получать то наслаждение с какой например если ты бизнес да и открываешь с какой-то сюда заходишь правду говорю но надо быть более уверенной в себе да надо быть не надо а вот знаете вот внутренняя опора неприколебимость уважение да то есть те ценности которые у вас есть вы их просто обязаны отстаивать и исходя из них как-то вот взаимодействовать с другими людьми не не обучать и не показывает людям что вот есть вот это вот духовно-нравственная какая-то составляющая нет а здесь такое ощущение ставите вот как в американском футболе в регби берешь этот мяч и они бегут из одного с одного конца поля на другое вы все что на пути какая преграда появляется вот они начинают эти мужики друг друга расталкивать такая достаточно жесткая позиция а вам она не свойственной вот вам вот это вот показали то есть вот этот бумеранг он не был направо не берите на свой счет да вот что я хочу сказать то есть как правило бумеранги и законы причинно-следственные они даны для выравнивания то есть у вас вот было искажение в то что где-то вы не верите в себя где-то вы не очень любите себя где-то вы недооцениваете где-то вы себя осаждаете и это пошло в перекос вам надо было выровнять поэтому вам показали такую достаточно жесткую среду чтобы выровнять вот эти вот ваши энергии поэтому сказать что здесь бумеранг я объяснила уже вы делаете выводы так это была вторая позиция как бы я не крутила не вертела все равно все темы я переворачиваю на уроки так как я хочу да то есть нету наказания а есть вот уроки даже у позиция номер три зелененький камешек сначала мы посмотрим ситуацию помню на всегда про энергии я говорю про энергии а не про конкретные ситуации так что здесь за энергия рыцарь кубков так рыцарь кубков королева пендакли паш пендакли здесь здесь ситуация до королева пендакли в контексте чего повешенный ну здесь сразу урок показали в контексте императрицы сейчас секунду я посмотрю паш пендакли здесь знаете ощущение того что вы как будто бы ваша душа состояние вашей души такая знаете вот открытая легкая доверчивая хотели получить что-то как королева педакли императрицы до что-то такое вот плодородные до изобильное расширение примеру вы хотели если это про бизнес да как-то расширить свой бизнес чтобы вот он работа шуму был налаженный да что вот хорошо и чтобы деньги были чтобы все было успешно набор и либо а я не на и хотели получить какие-то связи знакомства чтобы их потом дальнейшем как-то использовать взаимодействие то есть расширить кругозор своих знакомых к примеру но вы думали что будет вот эта вот ситуация она будет как-то легко да то есть вам как будто бы пойдут на уступки да потому что вот ваши как будто бы задать за предложение одно ну такое заманчивое вот вы все это продумали как это будет что будет и очень долго ждали какое-то решение да возможно от какого-то человека с одной стороны а с другой и вы этого не получили с другой стороны здесь может быть и вариант того что вы а ваши ожидания да и планы которые вы строили что все будет легко что вы легко получить эту стабильность которую вы хотите вот хочется а спросить а почему вы так считали а вы этого не получили почему так считали ну это может быть банально прозвучать дано как будто бы карты вам предсказали да такой тоже может быть вариант возможно какие-то знания сакральные вам сказали что вот будет тогда иди туда и ты получишь вот то что ты хочешь это будет вот либо наоборот что деньги деньги притягиваются и для этого надо бы находиться в каком-то таком знаете вот умеренном состоянии вот вы как будто бы работали над своим состоянием над балансом и по идее то что вы задумывали она должно было сработать она не сработала она не сработала не сработало либо не сработало пока потому что здесь вопрос скорости да то есть либо она не пошло дальше какого-то вот эмоционального удовлетворения то есть как-то знаете вот я не знаю встретились порадовались повеселились ну допустим если это отношение просто так это понятнее если это отношение вроде бы казалось что притянули того человека который нужен да и вышли и встретились как-то вот по флиртоваре и все должно было быть хорошо все должно было сложиться а но не сложилось вдруг неожиданно человек как-то вот пропал замолчал и дальше приятного хорошего вечера никакого развития нет то есть если это например не отношения вам пример привела вы можете перевести на какую-то свою ситуацию то есть как говорится ничего не предвещало разочарование вот а то что я хотела она не случилось то есть вы не получили свой желаемый результат давайте спрошу почему вы не получили потому что случилось башня потому что неожиданно пришло разрушение 40 конфликт вскрылась какая-то неприятная ситуация по поводу того что вы во что вы вкладывались на чем вы работали и вы оказались в тупике то есть опять таки если это отношение они не не стали стабильными не развивались если это например какая-то бизнес идея она не принесла тех денег которых вы хотели да то во что вы складывались но суть заключается в том что в этой ситуации вам показали те убеждения скажу по-другому которые должны были разрушиться наверняка здесь есть такая модель поведения когда ну типа я все прочитала я все продумал если я все это сделала значит должно быть так как я считаю потому что у меня для этого есть весомые какие-то там есть на обстоятельства а потом получилось что вы не получили то что вы хотели потому что вам должны показать что жизни не не все так устроено как вы как вы считаете вот это вот выражение да мы предполагаем а бог располагает вот вы очень много всего предполагали и вот это вот предположение ваши они ошибочные они должны разрушиться и вам по-другому никак не могли это показать мы настолько были убеждены в своей правоте что надо было это как-то разрушить и поэтому вам дали вот эту вот иллюзию что да пройди все будет хорошо а по факту вы не получили знаете как то вам как будто бы разрешили удариться лобом об стенку чтобы это вот как-то вот на всю жизнь у вас осталось в памяти чтобы такой урок прошел а потому что иначе вы как будто бы не могли отказаться от каких-то своих убеждений то во что вы верили вы знаете вот безоговорочно я не знаю вот прямо какая-то такая детская что-то ну во что мы можем верить в детстве что вот мама нас никогда не бросит а тут вдруг неожиданно случилось так что родитель ушел из жизни ну смерть ну что поделать ну бывает такое как так я я всегда считал что мама будет вот всю моя жизнь она будет рядом да что еще впереди много лет а вот здесь вот человек взял и не спросил нас и умер что-то такое я конечно сейчас говорю жестокие вещи очень болезненные но я хочу чтобы вы поняли суть то есть то во что вы верили она разу это не какая-то мелочь а это какая-то вот такая модель и она причем у вас везде во всех сферах прослеживается что вы сели знаете вот здесь вот ощущение того что вы всегда сели что вот я знающий я как будто познаете вот я ведущий у меня есть какие-то я не знаю элементарно способность потому что здесь внутри здесь изображен третий глаз для что человек как будто бы я я разговариваю с высшими силами но я все вижу я все знаю я не отрицаю что у вас есть эти способности но здесь такое ощущение как будто бы с вами сыграли злую шутку вот поэтому я сказал что как-то вам на картах сказали было уверенно возможно вы пошли кому-то да и вам что-то там предсказали и в принципе вас не обманули но вот эта ситуация она как будто бы специально была создана таким образом чтобы вы поверили в нее а потом у вас у нее забрали чтобы разрушили здесь не то чтобы вы разрушили свою веру а здесь через эту ситуацию вы должны были разрушить свое вот это узнаете какой-то чрезмерная уверенность в себе да вот бывает так обычно у мужчин да вот я вот любого как говорится алкаша спроси и он смотрит на себя в зеркало до пьяный я самый красивый самый привлекательный до самый обаятельный мужчина любите меня здесь вы что-то такое какая-то такая шутка была сыграна с вами и это должно было разрушиться вы причем это узнали очень болезненно и говорю либо через какую-то ссору либо здесь может быть не какое-то вот разрушение ну может быть и авария может быть что-то какая-то поломка была что такое болезненное то во что вы верили это знаете может быть например то что вы были убеждены в том что мое предназначение как обычно люди считают там я не знаю быть там помогать людям а тут вдруг неожиданно но ошиблись и и вы сами даже удивлять как так я ошибаюсь я я не мог ну это было нереально на самом деле так вот вселенная специально сделала чтобы вот именно через вашего тут и чрезмерная уверенность до вас подкосила но задача была не только чтобы перестали верить в себя а задача была заключалась в том что вам нужно было разрушить здесь вот это вот какое-то ваше убеждение по по поводу своей неуверенности да по поводу и ваша неуверенность была связана знаете с какими-то вашими обязательствами вы долго сомневались должен там я не знаю ухаживать должны ли дети помогать к примеру здесь какое-то такое убеждение да например должны ли дети помогать своим родителям либо обязаны родители все пожизненно помогать своим детям есть какая-то такая установка связанные с обязательствами с какой-то ноши с какими-то трудностями с какими-то должествованиями и это очень долгое время вас мучило бы вы не были уверены в том что это действительно так либо ну то есть чем правда да так либо так и вот вам как а вот через этот урок показали вы долгое время это это как его установка она не дает вот она являлась причиной того почему вы не можете двигаться дальше то есть по 3 позиции мы неоднократно говорю почему я не могу двигаться что меня останавливают что меня остановлю вот это вот убеждение вот это вот установка она не давала вам двигаться дальше и она связана как-то с тем что я должен да кому я обязан вот вопросы обязанности ложествования да там возможно я обязан должен соответствовать чему-то что-то например там таролог он имеет вот такую атрибутику там кольца черные ногти вот антураж такой вот что-то такое и это разрушило то что она не давала вам двигаться дальше и вот здесь вот с этим и что вы получили да то есть вы сели вот эту вот уверенность допустим что я медитирую я общаюсь там с высшими не знаю наставниками не знаю с кем вы там общаетесь к примеру а по факту столкнулись с тем что каким-то образом вам вскрыли что это ваша иллюзия и вы и и вы как хоп и вот это вот рухнуло да то есть то во что вы верили ушла о как-то вот и и из под ваших ног до почва из-под ног ушла то есть вы строили всю свою империю на основе вот этого убеждения а она какой-то информации разрушила есть на что-то вы получили и это вас так как-то вот я не знаю так что драхнул как говорится по голове что аж искры из глаз и вы а как ну то есть а как мне теперь жить потому что все что я выстраивал все что я строил это было на этом выстроена и вы по факту получили дикий страх хаос и вот как узнать вот по этой карте посмотрите здесь крик да и вот по кругу что-то такое бегает крутится вертится то есть вот какой то такое знаете состояние страха круговорота то есть как будто бы я падаю в какую-то бездну и как мне теперь выйти выжить ну здесь нет здесь не про предательстве знаете например может быть человек стал создавать какой-то свой бизнес и вы допустим взяли в аренду помещение которое было ну такое захудала и вы вложили туда кучу денег для того чтобы это все выстроить для того чтобы это было но очень презентабельное помещение чтобы там есть на открыть к примеру если вы женщину свою парикмахерскую да если мужчина там например автосервис какой-то свой и вдруг вам неожиданно говорят что а а ты не можешь открыть почему потому что ну там я не знаю по закону это помещение не принадлежит то есть мы тебе не даем разрешение на работу и вы такие как так я столько денег в это вложил я это а у меня это не вышло то есть вы были уверены что все я же подписывал документы не дадим тебе разрешение ну ты ты не можешь то есть там я не знаю подснос это заведение вы как подснос я вот вот столько денег вложил кто мне это вернет а никто вам не вернет здесь вот это вот как какие-то страхи появились на ощущение того что вы падаете в эту бездну и все рушится вот здесь вот такое ощущение так с этим был был бумеранг ситуацию я рассказала какой урок вы здесь проходили как я и говорил в первой позиции ничего личного да то есть если здесь какие-то люди не берите личное что вот и вот как и название до вражила виноват нет и не и не вы не виноваты здесь нету виновных здесь причина следствия действия его результат чему вас учили в этой ситуации так здесь смотрите прям карта называется поглощение высшими поглощение высшими силами то есть вас здесь как будто бы вот это вот вся стезя то во что вы верили да вот в какие-то высшие силы здесь может быть какое-то вот полное доверие тонкому плану что вас ведут здесь какое-то вот не то чтобы разочарование а вот здесь карта кстати круги кармы что вы что-то поняли здесь какой-то кармический урок поглощение высшими на что чем здесь причем это желтая чакра взаимодействия социума здесь ваш урок был связан во первых с работой с вашими страхами что как будто бы вы боялись то чего вы боялись вы на это и напоролись условно говоря а с другой стороны это было связано с вашими силами куда вы их направляете концентрация энергии на на что на что на реализацию каких желаний причем это желание те которых вы закрывались да на построение какой-то стабильности здесь урок вам был дан на то что ощущение того что вот вы хотели например денег либо какого-то постоянного заработка и вы очень боялись что вы это не сможете получить что вы этого не добьетесь и вот этот вот вам как будто бы показали что ваш страх до того что вы вкладывались на то что я говорила слишком понадеялись как будто бы на какую-то помощь свыше как будто бы вот у меня есть контакт да свыше я получаю информацию мне подскажут а здесь как будто бы осознанно вас взяли и оставили с одной стороны идет проверка насколько вы верите да именно вот высшие силы и во что вы верите то здесь какой-то двойной урок а с другой стороны вас проверяли по поводу вашего желания да если это касается семьи либо это касается финансов либо стабильность то здесь три момента то есть то что вы боялись на что вы этого лишитесь вас как будто бы лишили через это вас проверяют силу вашей воли здесь такой узнаете очень интересный урок особенно если это для практика вот здесь вот проверяют вашу силу здесь вот прям хитрость обман по поводу того насколько вы гармоничны через всю эту ситуацию вам хотели показать помните здесь выпадала умеренность и верховная жрица здесь вам знание да насколько вам знаком вот этот вот момент баланса вам здесь как раз таки показали внутри вас где вы обманываете себя что вы не находитесь балансе и в гармонии с собой то есть не вы как будто бы изучили о том что если я буду в балансе если буду гармония к себе протянуете деньги какую-то ситуацию вы были уверены но вы не протянули то что вы хотели вам показалось как почему я ведь я же был в балансе а на самом деле вы себя обманывали вы не были в этом балансе вы не были в этой гармонии в которой нужно было то есть вы не дошли до того вот состояние из на блаженство состояние умиротворения то есть это была ваша иллюзия что вы находитесь в этом что вы пришли к этому состоянию вы не пришли к балансу и поэтому вы получили в принципе то что и заслужили а вам казалось что здесь вот опять-таки повторюсь скажу что здесь как бы двойной урок то есть как так я же получаю знания да и мне сказали что вот такие иди и не у тебя будет все окей так она и есть но вы не находились как бы так сказать вот в этом взвешенном вот в этом гармоничном состоянии ваше внутреннее ощущение вот этой активности и пассивности она не было сбалансировано вы как будто вы сами себя обманули и за свой обман поплатились в чем заключался обман здесь знаете отшельник у меня такое чувство что у вас было как будто бы какое-то озарение здесь вопрос о каком-то озарение говорится о каком-то инсайте что вы получили и вам казалось что мне посылает это высшие силы а а на самом деле кто написал на самом деле это было ваше желание получить какой-то с тобой это было ваше желание это не было посланием свыше это исключительно было ваше желание какая тут дать скажем иллюзия не иллюзия здесь желание того как бы вы хотели чтобы было в будущем и вам как раз и показали в чем ваша сила насколько вы то что вы хотели выдавали то есть выдавали действить желаемое за действительность и через это вам показали вашу силу насколько вы сильны обманывать сами себя здесь было вот даже не один урок а несколько уроков что вот эту ситуацию по сути вы создали сами где-то какой-то момент было у вас обвинение того что это свыше как-то на самом деле это вот игра вашего разума вот как-то так очень жестоко но что поделать такова справедливость в чем еще ваш урок здесь заключался вам нужно было находиться в моменте здесь и сейчас а вы где находились нам казалось что вы находились в единении а по факту что было а по факту вы были в страхе то есть вы сами себя так обманули и кстати вот я говорила да про по башне что здесь должно было разрушиться вот здесь вот должно быть разрушен как раз таки вот этот страх когда вы выдаете на действительное за желаемое желаемое за действительное набор сказала да что вы в своей голове придумывается то что вы хотите и здесь здесь играм вашему разума сыграли с вами ошибку шутку да и в этом была ваша ошибка в чем бумеранг в том что если вы это осознаете вот то что с вами произошло во первых вам нужно научиться просить помощи в этом был ваш урок и причем знаете интересный урок о котором вы будете вспоминать очень долгое время и будете о нем рассказывать здесь продумано все настолько до мелочей с высших сил до с помощью высших сил что вам это дано чтобы вы как будто будут особенно если вы практик до в дальнейшем что вы рассказывали как-то вот об этой ситуации через это вы будете нести свет вы будете как-то вот помогать другим людям но не говоря что им делать а рассказывая свой какой-то опыт о том что с вами случилось не только ощущение что может быть кто-то здесь я говорю либо медитации какие-то либо выходы в астрал практиковал и что-то там с чем-то столкнулся и это настолько сильно его испугал потому что здесь какое-то вот ощущение со сном идет до либо это виртуальность ну то есть придуманность иллюзия либо это действительно связано как-то с выходом в астрал либо с медитациями то есть вы такую хорошую пучку получили такой хороший опыт то есть вас так сильно напугали что это была проверка прошли в эту проверку но не знаю здесь вы думаете здесь вы думаете здесь я не могу вам сказать пришли бы эту проверку или нет здесь вы находитесь еще в каком-то моменте анализа этой ситуации причем вас еще захлестывает как-то эмоционально то есть вроде бы с одной стороны вы считаете что да я прошел я победителя с другой стороны сразу начинаете себя критиковать осуждать вот но по крайней мере у вас появилось понимание как и что нужно изменить куда вам нужно дальше идти здесь вот проверка очень такая хорошая на ваши способности была может быть у кого-то наоборот открылись через всю эту ситуацию какие-то ваши способности как раз таки связаны с эмпатией здесь произошел момент как раз таки обнуление здесь был урок однозначно здесь был такой очень сильный кармический урок даже если вы не практик да здесь был урок по завершению какой-то вот кризисные ситуации либо это связано было как-то с деньгами то у вас забрали здесь ощущение может быть даже такое что вы дальше не двигались по причине того что держались за то что у вас есть ну как-то ну комфортно да и удобно и зачем дальше двигаться у вас как будто бы всего вас лишили и тем самым вынудили двигаться дальше вот к своей завершить какую-то ситуацию и двигаться к своей какой-то вот мечте какому-то шансу какой-то удачи то есть так вы ну ситуация такая знаете здесь несколько вариантов я рассказала у каждого он свой но то здесь не по моему три либо пять разных веток они все между собой сплетены потому что суть 1 вам нужно было разрушить то во что вы верили то во что вы вкладывались это на чем вы выстраивали до сегодняшнего момента то что вы строили независимо от того в какой сфере это находилось и это было связано с страхом страшно было здесь страх вот это вот убеждение и вот это вот в совокупности убеждения то во что вы верили и страх привело к тому что вы получили но вы должны были очиститься и от убеждения и от страха в этом заключался конечный итог здесь много разных моментов здесь вот как-то однозначно сказать не могу еще раз хочу поблагодарить стану юрьевну за идею к этому раскладу конечно же не про это была идея но ее все равно я сделала так это на свой лад вот потому что ну я бы никогда не рассматривала там получил ли тот человек наказание или нет потому что ну для меня это вот вообще не про это я я смотрю по другим углом на наказание никогда в контексте других а всегда в контексте нас самих потому что это помогает оттачивать и усовершенствовать состояние нашей души для этого мы и воплощаемся а я с вами прощаюсь хочу пожелать вам прекрасных отличных выходных до понедельника всем пока пока